Слово седьмое. Не присытились ли вы уже борьбой с иудеями? Или хотите, чтобы я сегодня занялся, занялись мы тем же предметом? Хотя много уже сказано и прежде, однако вы, кажется, мне желаете еще слышать о том же предмете. Ибо кто не присыщается любовью ко Христу, тот никогда не присытится и войной с врагами его. Кроме того, это, против иудеев, слово необходимо для нас и по другой причине. Еще есть остатки их праздников. Как трубы их были беззаконнее позоричных, и посты бесчестней пьянства и всякого пирования, так и кущи, которые они теперь строят, нисколько не лучше корчемниц, в которых водятся женщины распутные и играющие на плете. И пусть никто не считает этих слов за дерзость. Напротив, было бы крайней дерзостью нечестим иначе думать об этом. В самом деле, как не произнести об иудеях такого приговора, когда они упорствуют против Бога и противятся Святому Духу? Праздник этот был некогда досточтим, когда совершался по закону и по Божьему повелению, а теперь уже не то. Все достоинства его уничтожены тем, что он совершенно совершается вопреки воле Божией. И однако же, те, которые наиболее нарушают и закон, и древние праздники, все думают о себе, что они теперь лучше всех соблюдают их. Тогда как более всех почитаем закон мы, который оставляем его в покое, как старца, не влечем его на старости и на поле битвы, не принуждаем сражаться не вовремя. А когда это доказано, то очевидно стало и все прочее. То есть, что не может стоять никакой вид жертвы, ни всесожжение, ни сила закона, ни что-либо другое из того древнего учреждения. Во-первых, закон повелевал всякому человеку мужеского пола приходить в храм трижды в год. Но это уже невозможно, когда храм разрушен. Затем он повелевал, чтобы семеноточивый, прокаженный, жена в месячной болезни и родильница приносили жертвы. И это также невозможно, когда нет места и не существует жертвенника. Повелевал он петь священные песни. Но мы прежде уже доказали, что и это ограничено местом. И что пророки осуждают иудеев за то, что они читали закон и произносили исповедание вне Иерусалима. Итак, если нельзя было даже читать закон вне города, то как же можно исполнять его вне города? Посему-то Господь и говорил в угрозу им. И не пресещу на чере ваше, когда соблудят оси 4.14. Что же это значит? Постараюсь объяснить, прочитав вам древний закон. Какой же это закон? Число 5.12. Мужа, если приступит жена его, и презирающий презрит его, и будет кто с нею ложем в семени, и утаится от очей мужа ее, и свидетелей не будет на него, и она не будет взята в этом, и придет на него дух ревности, что она осквернена. Эти слова закона, число 5.12. Вот что значит. Если жена совершит любодеяние, и муж станет подозревать ее в прелюбодеянии, или если она и не совершит любодеяние, но она будет подозревать ее он в том, Между тем не будет ни свидетеля, ни беременности, которая бы изобличала ее, тогда да приведет ее к жертвеннику, сказано, и принесет дар за нее. Число 5.15. Отчего же не крупчатой и не пшеничной, а ячменной муки? Так как дело идет о неприятности, обвинении и подозрении в худом поступке, то и наружный вид жертвы согласовался с домашним несчастьем. Поэтому закон и говорит, да не возлиет на нее Илея. Так говорит, что значит это? То, что станут говорить, ой, если бы со мной не случилось того, что случилось с этой женою. Итак, поскольку с того времени, как иудеи отведены были в плен, ничего этого быть не могло, потому что не было ни храма, ни жертвенника, ни скини, ни жертвоприношения, то Господь и угрожал им такими словами, не пресыщу на тщери ваших, и когда соблудят и на невест ваших. Осия 4.14. Видишь ли, что закон заимствует силу от места, а отсюда видно уже и то, что не может быть и священника, когда нет города. Как нельзя быть царю, когда нет ни войска, ни диадимы, ни порфиры, ни других принадлежностей царской власти? Так невозможно быть и священнику, когда упразднена жертва, возбранено приношение, разрушено святилище, уничтожен весь чин богослужения, ибо священство во всем этом и состояло. Таким образом, как я сказал выше, для доказательства, что не восстановится ни жертва вообще, ни сисожжение, ни прочие жертвы очищения, ни другое что-либо из иудейского устройства, достаточно уже было показать, что храм Иерусалимский не будет восстановлен, ибо как теперь, когда его нет, все уничтожено, если что, по-видимому, бывает, то делается беззаконно. Так, когда словом доказано, что храм никогда не будет восстановлен в прежний свой вид, вместе с этим доказано и то, что и остальное служение не придет опять в прежнее положение, и не будет у иудеев ни священника, ни царя. Если уже никому из племени и даже частному человеку не позволялось служить иноземцам, тем более самому царю непозволительно подчиняться чужим. Но так как цель нашего труда и заботы состоят не в том только, чтобы заградить уста и иудеям, но и вразумить вашу любовь, то вот мы еще иначе докажем то же самое, то есть, что их жертвы и священство прекратились и уже не будут восстановлены в прежнее состояние. Кто говорит об этом? Дивный и великий пророк Давид. Желая показать, что одна жертва имеет быть отменена, а введется другая, он и сказал так. Много сотворил ты, Господи Боже мой, чудеса твои, помышлениям твоим. Кто уподобится тебе? Салом 39.6 Замечай мудрость пророка, сказав, много сотворил ты, Господи Боже мой, чудеса твоя, и изумившись чудным делам Божиим, он ничего не говорит нам ни о видимой твари о небе и земле, о море, воде и огне, ни о дивных чудесах, совершившихся в Египте, ни о других подобных знамениях, но что называет дивным? Жертвы и приношений не восхотел. Стих 7. Что говоришь, скажи мне? Это ли дивно и чудно? Никак, говорит. Просвещенный свыше, он пророческими очами видел не это одно, но и обращение к вере христово-язычников, как они, преданные ложным богам, поклонявшиеся камням и бывшие хуже бессловесных, вдруг прозрели и познали владыку всех, и оставив скверное служение демонам, стали совершать чистое и бескровное служение Богу. Видел еще, что не только язычники, но и иудеи из более простодушных, оставив жертвы и все сожжения и прочие чувственные обряды, обратились к нашему любомудрию. И размыслив о неизреченном человеколюбии Божием, превосходящем всякий ум, и изумившись тому, какая произошла перемена в делах, и как Бог преобразил все, как из людей, из демонов, взял ангелами, и ввел между ними образ жизни достойный неба. А все это сбылось тогда, когда была отменена древняя жертва, и введена другая жертва, тело Христова. Изумившись и удивившись этому, пророк сказал, «Много сотворил ты, Господи, Боже мой, чудеса твои». А чтобы показать, что он произнес все это пророчество от лица Христова, Давид к словам жертвы и приношения не восхотел, прибавил, «Тело уготовал мне», разумея тело владычнее, «Общую за вселенную жертву, которая очистила наши души, разрешила грехи, уничтожила смерть, отверзла небеса, показала нам многие великие надежды, и все прочее устроила». Видя это, Павел воскликнул так, «О, бездна богатства, премудрости, ведения Божьей, как непостижимы судьбы его и не следимы пути его». Провидя все это, Давид и сказал, «Много сотворил ты, Господи Боже мой, чудеса твои». Потом, сказав, от лица Христова все сожжения и о грехах не взыскал, он превысокупил. «Тогда я сказал, вот иду». Салом 39.7 «Тогда, когда же? Когда наступит время совершеннейшего учения, ибо менее совершенному люди должны были научиться от рабов его, а возвышеннейшему и превышающему природу человеческую от самого законодателя». Посему-то и Павел сказал, «Многообразно и многократно и зревле Бог говорил отцам нашим в пророках, в последние сии дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником, через которого и веки сотворил». И Иоанн также. Закон был дан через Моисея, благодать же и истинная через Иисуса Христа. Значит, величайшая заслуга закона и в том, что он приготовил природу человеческую для этого учителя. Потом, дабы ты не подумал, будто Христос есть новый Бог и вводит какое-нибудь новшество, вот что говорит. «В главизне книжней написано о Мне, то есть пророки из древней предвозвестили Мое пришествие, и в самом начале священных книг открыли людям познание о Моем Божестве». 722. «Так, когда Бог говорит в начале творения «Сотворим человека по образу нашему, по подобию», то гадательно открывает нам Божество Сына, в котором Он обращает к которому речь, потом желая показать, что новое не противно прежнему учреждению, но что была воля Божия и на то, чтобы та жертва прекратилась, и на место ее введено было это. Тут было в самом деле стремление к улучшению, а не противоречие и не борьба. Давид, к словам, как в книжном свитке написано, «А мне присовок купил, что сотворить волю Твою, Боже мой, восхотел и закон Твой». Затем, чтобы изъяснить, в чем состоит воля Божия, он, не упоминая о жертвах, всесожжениях и приношениях, о трудах и тяжких подвигах, говорит «благовестить правду в Церкви Великой». Стих 10. Что значит «благовестить правду»? Не сказал Он просто «я дал», но «благовестил». Что же это значит? То, что Христос оправдал род наш не за добрые дела, не за труды, не за удовлетворение правосудию Божию, но единое благодатию. Это-то объясняя, и Павел сказал «ныне же, кроме законной правды, правда Божия явилась». Правда же Божия достигается верой Иисуса Христа, а не какими-либо трудами и усилиями. Эти же слова Давида приводит он и во свидетельство, когда говорит «Ибо закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, ежегодно жертвами всегда напоминал, что преступающие не могут очиститься совершенно. Поэтому, и входя в мир, он говорит «жертвы и приношения ты не восхотел, но уготовал мне тело». Евреям 10.1. Разумеет, здесь пришествие единородного в мир и домостроительства воплощения. Ибо он пришел к нам не так, чтобы переменил одно место на другое, как сказать это вездесущим и все наполняющим, но так, что явился нам во плоти. Но так как у нас борьба не с иудеями только, но и с язычниками, и многими из еретиков, то раскроем вам глубже, какой здесь смысл, и исследуем, почему Павел, имея тьмы свидетельств, доказывающих упразднение закона и древнего учреждения, упомянул именно об этом. Не просто же и не случайно он сделал это, но по какой-нибудь неизреченной мудрости и основанию. А что он мог, если бы захотел, привести и другие, более обширные и разительные свидетельства о том же предмете. В этом все будут согласны. Вот Исаия говорит, нет моей воли к вам, Исаия 1.11, и он же в другом месте. Ни ныне призвал тебя Иаков, ты не трудился и не приносил мне жертвы. Исаия 50, 43, 22, и Иеремия 6.20, Амос 5.23, и еще в другом месте, говорят иудеи, когда примет Господь во всесожжение, дам ли первенцев моих, а не чести моем, плод утробу моей, за грехи души моей. Микей 6.7, пророк укоряя их, сказал, сказано тебе, человек, что есть добро и чего Господь ищет от тебя, чтобы творить суд и правду и любить милость и готовым быть, чтобы ходить с Господом Богом твоим. И Давид так говорит, не приму от дома твоего тельцов, не остав твоих козлов. Псалом 49.9, почему же имея возможность указать на столь многие свидетельства, которые Бог видимо отвергает оные иудейские жертвы новомесячие, субботы, праздники, апостол, оставив все те свидетельства, упомянул об этом одном. Не без причины и не случайно. Ну вот почему. Многие из неверных и даже из самых иудеев, ратуя против нас, говорят, что древняя религия отменена не по несовершенству своему и не потому, что введена лучшая наша христианская религия, но по развращению тех, которые приносили тогда жертву. Так Исаия говорит, когда вы простираете руки ваши, то я отвращаю очи мои от вас, и когда умножаете моления, то я не слышу вас. Потом, представляя причину, и присовокупляет, ибо руки ваши полны крови. Здесь не жертвы обвиняются, но обличается нечестие приносящих. И Бог потому не принимал жертвы, что иудеи приносили их нечистыми руками. И Давид сказал, не приму от дома твоего тельцов, не от сад твоих козлов, и прибавил. Грешник уже говорит Бог, для чего ты берешь уставы мои и завет мой. Когда ты видишь прелюбодея, то сходишься с ним. Солом 49,16 Отсюда видно, что Бог здесь отверг жертвы не без причины, но потому что иудеи прелюбодействовали, крали, строили ковы братьям. Да и каждый, говорят, из пророков, обвиняя приносящих жертвы, дает знать, что за это Бог и отверг он и. Так говорят наши противники. Но Павел нанес им сильный удар и достаточно заградил бесстыдные уста их этим свидетельством. 724 Желая доказать, что Бог отверг и упразднил иудейскую религию как несовершенную, он воспользовался этим именно свидетельством, в котором нет обвинения на приносящих жертвы, а открывается в наготе несовершенство самой религии. Ибо пророк, не обвинив иудеев, ни в чем, просто говорит, жертвы и приношения не восхотел, но уготовал тело мне всесожжение за грех неблагоугодно тебе. И Павел изъясняя это сказал, упраздняя первое, постановляет второе. Если бы он сказал, жертвы и приношения не захотел, замолчал, такая речь давала бы противникам некоторую возможность к оправданию. Но теперь он сказал, но уготовал мне тело. И указав на введение другой жертвы, не подал уже никакой надежды на восстановление прежней. Это самое изъясняя, Павел и сказал, с им принесением освящены мы по воле Христовой. Если же кровь и козлов, и пепел, селицы через окропления оскверненных освящали от плоской нечистоты, то кальмипачи кровь Христова, духом святым, принесшим себя непорочного, в жертву очистить совесть нашего от мертвых дел. Евреям 9.13. Итак, этим достаточно доказано, что иудейские жертвы прекращены и никогда уже не восстановятся, а на место их введена другая жертва. Теперь, наконец, прямо и ясно покажем из самого Писания то, что давно мы старались доказать, то есть, что прежнего священства нет уже и не будет опять. Сначала предпошлем некоторое предисловие, чтобы сделать понятнее изъяснение того, о чем будет речь. Авраам, возвратившись из Персии, родил Исаака и потом Иакова и Яков двенадцать патриархов, от которых произошли двенадцать или вернее тринадцать колен, потому что вместо Иосифа сделались начальниками колен дети его Ефрема и Монарсия. И как по имени каждого из сынов Иакова назывались колена Рувимовым, Симеоном, Ливийным, Иудовым, Нефалимовым, Гадовым, Асировым, Вениаминовым, так и по именам детей Иосифов, Ефрема и Монарсия названы два колена одно Ефремовым, а другое Монарсияным. Из этих тринадцати колен все другие владели полями и большими доходами, все возделывали землю, исправляли другие житейские работы. Одно колено Ливийное, почтенное священством, было освобождено от житейских дел и не обрабатывало земли, не занималось ремеслами и ничем от всего народа десятину и вина и пшеницы и ищменя и всех прочих плодов. Все давали ливитам десятину и в этом заключался их доход. Не дозволялось священнику быть ни из какого другого колена, ибо из этого колена, то есть из Ливийна было Арон и потомки его по преемству принимали священство, а из других колен никогда не было ни одного священника. Итак, эти ливиты получали от тех прочих колен десятины и этим Иакова Исаака при Аврааме, когда не было ни Моисея и ни Писаного закона, когда не явилось еще священства ливитского, не было ни скини и ни храма, ни отдельных колен, когда не было видно Иерусалима и никто еще не получил власти править иудейскими делами, был некто Мелхиседек, священник Бога Вышнего. Этот Мелхиседек был вместе и царь и священник. Ему надлежало быть образом Христа и Писание ясно упоминает о нем. Когда Авраам напав на персов и отняв из их рук племянника своего лота и взяв с собой всю добычу, возвращался после совершенной над ними победы, то по этому случаю и Писание так говорит Мелхиседеки. И Мелхиседек, царь Салинский, вынес хлеб и вино, ибо был священник Бога Всевышнего и благословил Авраама и сказал Благословен Авраам Богом Всевышним, который создал небо и землю. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки тебе и дал ему десятину Авраама из всего. Итак, если явится какой-либо пророк и скажет, что после Аарона и его священства, после этих иудейских жертв и приношения восстанет иной священник не из того ливийное колено, но из другого, из которого никогда не было священника не по чину Аарона, но по чину Мелхиседекову, то будет очевидно, что древнее священство прекратилось, а на место его введено другое, новое, потому что если бы древнее священство должно было оставаться в силе, ему следовало бы именоваться не по чину Мелхиседекову, но по чину Ааронову. Кто же об этом он же в другом месте беседы о Христе вот что говорит «Сказал Господь Господу моему сиди одесну и меня». 726 Да бы не подумал, кто будто это говорится о каком-нибудь обыкновенном человеке. Говорит это не Исаия, не Иеремия, не другой какой-либо пророк из частных людей, но сам царь. А царь, ты знаешь, никого не может назвать своим Господом как только Бога. Если бы это был частный человек, то иной бесстыдный мог бы сказать, что Давид говорит о человеке. Но теперь, будучи царем, он, конечно, не назвал бы своим Господом человека. Если бы Давид говорил это о каком-нибудь простом человеке, то как бы он сказал, что этот человек сел одесну и великой неизреченной славы Господа? Это невозможно. А он об этом лице говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Потом, чтобы ты не подумал, что будто это лицо слабое и бессильное, Давид присовокупил, «С тобою начало в день силы твоей». А чтобы показать, это еще яснее, и сказал, «Из чрева прежде Деницы родил тебя». Но прежде Деницы не родился ни один человек. «Ты иерей вовек почину Мелхиседекову», стих 4, не сказал «почину», а Ааронову. «Спроси же, иудея, если древнее священство не должно было уничтожаться, то почему Бог ввел другого священника почину Мелхиседекову?» До этого там места дошедший Павел, смотря как, объяснил его, сказав о Христе, что «И говорит негде, ты иерей вовек почину Мелхиседекову», он присоединил. «А о нем же неудобно нам много и говорить». Потом укорив учеников, скажем сокровенно, он говорит, кто такой Мелхиседек и приводит вот какую историю о нем, который встретил Авраама, возвращающегося после победы над царями и благословил его, которому десятину от всех всего отделил Авраам. Затем раскрывает значение этого образа и говорит, видели, каков сей, которому десятину дал Авраам, патриарх от избранных, это сказал он непросто, но с тем, чтобы показать, что наше священство гораздо важнее иудейского. И это превосходственно вперед уже открывается из самых образов вещей. Авраам был отец Исаака, дед Иакова и прадед Левия, ибо Иакова был сын Левий. От Левия получила свое начало иудейское священство. Но этот Авраам, прародитель левитов и священников иудейских, перед Мелхиседеком, который был в образ нашего священства, став на месте мирянина и показал это двояким образом, тем, что дал ему десятину, ибо миряне давали десятину священникам, и тем, что получил от него благословение, ибо миряне же получают благословение от священников. Так смотри, сколь велико превосходство нашего священства, когда Авраам, патриарх иудеев, прародитель левитов, благословляется Мелхиседеком и дает ему десятину. О том и другом рассказывает Ветхий Завет, то есть и о том, что Мелхиседек благословил Авраама, и о том, что Авраам дал ему десятину. Бытие 14.19. Это то самое, поставив на вид Павел и сказал, видите, как велик сей. Кто? Мелхиседек говорит, которому десятину дал Авраам, патриарх от избранных. И принимающая священство сынов левейных, заповедь имеет брать десятину по закону, то есть братьев своих, которые также произошли от чресел Авраамовых. Это значит, левиты, иудейские священники, имели право по закону получать десятину от других иудеев. Хотя все произошли от Авраама, как левиты, так и остальной народ. Но, несмотря на то, левиты получают десятину от братьев своих, а Мелхиседек, не причитаемый родом к ним, ибо произошел не от Авраама и не от колена левитского, но от другого рода получил десятину от Авраама, то есть взял от него десятину. Но кроме этого он сделал еще и нечто другое. Что же такое? И, имея обетование, благословил Авраама. Что же скажешь это значит? то, что Авраам гораздо меньше Мелхиседека, как это? Ибо без всякого прикословия меньший благословляется большим евреям 7.7. Значит, если бы Авраам, прародитель левитов, не был меньше Мелхиседека, то этот не благословил бы того, и тот не дал бы ему десятину. Потом желая показать, что с Мелхиседеком так и было, Павел прибавил, что сказать, Авраам и левий, принимающие десятину, десятину дали. Что это значит? То, что сам левий, еще не родившись, дал уже десятину Мелхиседеку в лице отца своего. Поэтому-то Павел и сказал наперед, что же скажу, для чего он это говорит об этом? Делает вот какой вывод. Если бы совершенство левицким священством достигалось, то не было бы нужды восставать иному священству по чину Мелхиседекову, а не по чину Ааронову именовать. Что это значит? Если иудейские обряды были совершенны и закон не был тенью будущих благ, но сам всему давал совершенство и не должен был уступить своего места другому, если прежнее священство не должно было прекратить и на его место быть введено новое, то почему пророк сказал ты и Ирей вовек по чину Мелхиседекову? Надлежало бы сказать по чину Ааронову. Вот почему Павел говорит, что если бы совершенство достигалось посредством левитина священства, то какая была бы нужда восставать по чину Мелхиседеку иному священнику, а не по чину Аарона наименовать из этого видно, что то священство кончилось и на его место введено новое, гораздо лучшее и возвышеннейшее Если же это и справедливо, то справедливо и то, что ведется и другое устройство жизни, сообразное с новым священством и законодательство лучшее именно наше. Это-то, доказывая Павел и говорит, прилагая священству, что с переменой священства нужно быть переменей и закона. Так как большая часть постановлений закона касалась обязанности священства, а прежнее священство было отменено, то очевидно, что с введением другого священства надлежало вести лучшее законодательство. Далее, объясняя, о ком это говорится, апостол и продолжает, что который не принадлежал ни к одному из колен, которому должно было приступить к жертвеннику. Ясно, что сей Господь наш, воссиявший из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал, что из него произойдет священство. Таким образом, когда показано, что Христос происходит от этого колена, то есть Иудова, и есть священник по чину Мелхиседекову, а Мелхиседек гораздо выше Авраама, вместе с этим уже вполне доказано и то, что и другое священство, вводимое вновь гораздо выше первого. Ибо если образ Мелхиседек был так великий, гораздо славнее иудейского священства, тем более самая истина, это-то доказывая, Павел сказал, что ясно, что восставший по подобию Мелхиседеку священник не по закону заповеди плотской был, но по силе жизни неприходящей. Что это значит не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неразрушаемой? То, что ни одна из христовых заповедей не была плотскую. Он повелел не овец и тельцов заколать, но служить Богу душевной добродетелью и в награду за это предложил нам жизнь никогда не предстающую. И опять Он своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов и оживотворил, разрушив двоякую смерть, смерть греха и смерть плоти. Так, поскольку Он принес нам столь великие блага, поэтому Павел говорит не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неприходящей. Итак, этим доказано уже и то, что с переменой священства необходимо надлежало быть перемене закона. Впрочем, можно бы это же самое доказать и прямо и привести еще в свидетели пророков, которые говорят, что закон переменится, общественное устройство получит лучший вид и что и у иудеев никогда уже не будет царя. Но так как надо бы наговорить столько, сколько может принять слушатель, а на все за один раз и вдруг не все, то отложив это до другого времени, здесь теперь окончим слово. С советом вашей любви помнить, что теперь сказано, и присоедините это к прежнему сказанному. И теперь опять попросим о том же, о чем и прежде просили мы вас. Обратите ваших братьев ко спасению и усердно позаботьтесь о пренебреженных членах. Мы не для того подъемлем такой труд, чтобы только говорить или слышать рукоплескание и шум, но для того, чтобы уклонившихся возвратить на путь истина. И никто не говори мне, у меня нет ничего общего с ним. Дай Бог мне исправить свои собственные дела. Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Поэтому и Павел говорит, никто не ищи своего, но каждой пользы ближнего. Знаешь, что собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. Ты здоров, но брат твой болен. Итак, если у тебя доброе сердце, ты сильно поболезнешь остраждущим и станешь подражать в этом блаженному Павлу, который говорил, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если мы радуемся, когда подадим кому-нибудь две мелкие монеты и издержим на бедных несколько серебра, то какое получим удовольствие, если успеем спасти души ближних, какой удостоимся награды в будущем веке. Ибо и здесь мы, сколько раз не будем встречаться с ними, всегда будем чувствовать от этой встречи великое удовольствие, припоминая об оказанном им добре, а там, на страшном судилище, увидев их, получим великое постижательное, похищающее чужое и делающее своим ближним множество зла, когда отойдут туда в вечную жизнь и увидят обиженных ими, а увидят их непременно, как показывает история о богатом и Лазаре, то они в состоянии будут ни уста открыть, ни сказать что-нибудь в свое оправдание, но покрыты стыдом и бесчестием от лица тех обиженных, отведены будут в реке огня, так напротив те, которые в здешней жизни учат и наставляют ближних, когда увидят там, что спасенные ими ходатайствуют за них, исполнится великого дерзновения, объясняя это, Павел и сказал, похваление вам есть, как и вы нам, 2 Коринфянам 1.14, когда будете похвалою, скажи, в день Господа нашего Иисуса Христа, и Христос убеждает к этому, говоря, приобретайте друзей себе богатством неправедным, чтобы, когда оскудеете, они приняли вас в вечные обители. Лука 16.9 Видишь, какое великое дерзновение будет нам от облагодетельствованных нами теперь, если же такие венцы и такая награда такое воздаяние только за издержку денег, то не больше или и не важнейшее ли благо был дан нам за помощь оказанную душе. Если Тавифа возвращена от смерти к жизни за то, что одевала вдовица и помогала бедным, если слезы облагодетельствованных ею снова ввели в тело ее отшедшую душу, когда еще не настало воскресенье, то чего не сделают слезы тех, которые спасены тобою, как эту вдовица окружив возвратили от смерти к жизни, так и тебя тогда окружат спасенные тобою и сходатайствуют тебе великое человеколюбие судьи и исхитят тебя из гиенского огня. Зная это, будем пламены и усердны не до настоящего только часа, но вышедши отсюда, воспламените огонь, который теперь в вас, и устроите спасение всего города, а если не знаете, кто болен, постарайтесь отыскать таковых. Тогда и мы будем беседовать с вами охотнее, узнав по самому опыту, что посеяли не на камень, и вы сами будете усерднее к добродетели, как в денежных делах, получавший прибыль две злотницы, воспламеняется большим желанием собрать и скопить еще десять и двадцать. Так бывает и с добродетелью. Кто сделал одно доброе дело и подвиг, тот от этого самого подвига получает побуждение и поощрение к предприятию других подвигов. Итак, чтобы нам и братьев спасти и себе предуготовить прощение во грехах, а особенно великое дерзновение к Богу и прежде всего другого содействовать прославлению имени Божия, выйдем вместе с женами, детьми и домочадцами на эту ловлю, исхитим из сетей дьявола плененных им в его волю и не отстанем, пока не сделаем все возможное для нас, будут ли они слушать о нас или нет. Впрочем, невозможно, чтобы они, христиане, не послушались. А чтобы не было у вас и этой отговорки, скажу вот что. Когда ты истощив много слов, исполнишь все зависящее от тебя, увидишь, что ближний упорствует, отведи его к священникам. Они, конечно, при помощи Божьей благодати поймают добычу, а успех весь будет принадлежать тебе, как приветшему его. Об этом говорите мужья с и с детьями, и друзья с друзьями. Пусть иудеи, и те, которые кажутся единомысленными нам, но на самом деле держатся их образа мыслей, пусть узнают, что мы стараемся, заботимся и неусыпно печемся о наших братьях, которые убегают к ним. И, наверное, прежде нас они прогонят от себя тех, которые от нас убегают к ним. А скорее, никто уже и не осмелится от нас передвигать к ним. Напротив, тело церкви будет чисто. Боже, который хочет, чтобы все люди спасли и пришли в понятие истины и вас да укрепить на эту ловитву. И их да изведет из этого заблуждения и спасших всех вообще да соделает достойными Царствия Небесного. Во славу свою, ибо ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь.